Хай, народ! Очередная рабочая неделя почти закончилась, а значит пришло время для нашей с вами встречи. И как обычно, при этом я рассказываю про киноновинки ближайших дней. Это, как всегда, объектив. Меня по-прежнему зовут Алексей. Поехали! И начнем с очередной беды для человечества. Триндец на этот раз предрекает Луна, которая внезапно сошла с орбиты и норовит прильнуть к нашей планете. Всю бедственность положения нам обрисуют в фильме «Падение Луны». Главные роли сыграли Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли. Именно их героям предстоит выяснить, чьё это вдруг наш спутник решил упасть. Оказывается, всё не так просто. И сама Луна тоже не просто камушек в космосе. Таинственные силы используют её как некое оружие. Мы имеем дело с разумной сущностью. И планируем атаковать эту штуку. Очень нужна твоя помощь. Скажи «да, Брайан». Ты должен быть смелым. Если с Луной происходит то, что ты думаешь, надо действовать. На вас надвигается гравитационная волна. Срочно, стартуйте! Гравитационная волна? Мы под водой, ребята! Офигеть. Роналд Эмерих, подаривший нам День независимости, послезавтра и 2012, выступил режиссёром и продюсером, а главное, соавтором сценария этого фильма. А значит, нас ждут грандиозные разрушения, экшен на грани возможного и, конечно, неожиданные повороты сюжета. Надеюсь, вложенные в него 140 миллионов американских рублей себя оправдают. Хотя, не надеюсь, уверен. Стой, стой, спотися! Какой у нас план? Спасти Луну и Землю. Мы очень бескуем! Держитесь! Подождём. Гадя наш попался. Дай руку! Держитесь! Ребята, вы готовы? Поехали домой. На календаре уже февраль, а значит, впереди День Святого Валентина. И кинематограф уже готовит нас к этому событию. Прогрев, так называемый, решили оформить в виде фильма День Слепого Валентина. Ну, товарищ офицер! Ка! Наверное, пять минут отошёл. Но 14 февраля, День Святого Валентина. Слепого? Чего? Пять минут, 14 февраля. Это комедийная мелодрама режиссёра Александра Баршака. Расскажет она нам историю нескольких персонажей, которые в День Святого Валентина сталкиваются со всяческими препонами судьбы на пути к их любимым. У нас корпоратив за городом. Но вы не бросите двух влюблённых в День всех влюблённых. Ты действительно думаешь, что я вместе с тебя, с каким-то непонятным чуваком пойду на свидание? Вместо тебя на свидание пойдёт мёртвый человек? Брось, и бессмертина лежа! Вот это знак сомнения в себе и женщине. В фильме приняли участие Максим Виторган, Александр Лае, Роман Мадянов, Кирилл Плетнёв, Юрий Чурсин, Наталья Зимцова, Анна Цуканова, Валентина Мазунина и многие-многие другие российские актёры. Это чьё? Я не знаю! Время пошло! Зайка, пойдём спать. А вот скажите, а Бродский, он селебрис, и у него есть инста? Проститутка и дура. Охренительный мужик. Я эту Нелли за всех, кто меня бросил, а потом правду скажу. А что, вам станцевать ещё? Что, намекаешь, что это мой? В целом, актёрская команда сумела, на мой взгляд, передать всё многообразие характеров людей разного возраста и увлечений. А вообще, фильм планировался про Новый год. Но что-то там не срослось со съёмками, и пришлось переписать сценарий. И получилась вся та же история про любовь, но уже немного в другом ракурсе. А так как съёмки длились со 2 апреля по 7 мая, то съёмочной группе пришлось очень постараться, чтобы показать всё-таки зиму, а не весну. А в кино без приключений, в общем, не обошлось. 30 лет дому по ночам спать нужно. Ну так, до свадьбы зажили. И снова про любовь, только на этот раз в самом пикантном её проявлении. Расскажет об этом фильм «Фантазии для взрослых». Вновь это несколько историй про пары разного возраста и стажа семейной жизни. Все они, так или иначе, имеют очень интересные пристрастия в интимной жизни. Пойдём в субботу на групповушку в секс-клуб? Конечно. И по-разному их реализуют, как и борются с сомнением окружающих. Сегодня четверг? Нет. Я имитировала оргазм целый год. Тебе хорошо, любимая? Да, очень. Целый год? Попробуем ролевые игры. В следующий раз ты будешь копан. О, да. Проповеди меня так возбуждают. Меня тоже. Две девушки и парень. Я была бы не прочь. Это невозможно. Мы полностью отказались от секса. В этом какой-то нереальный... Это реально страшно. Несмотря на, несомненно, откровенную тему и показанные сцены, фильм всё же лёгкий и весёлый. А главное, в духе лёгкой французской кинематографии. Ну и, конечно, актёрский состав, жемчужиной которого стала Моника Белуччи. Но она лишь один из персонажей, сравнение жизненных позиций которых и делает этот фильм очень привлекательным, несмотря на провокационный характер сценария. Я могу сняться в фильме, но не в порнушке. И я не такая. Пока. Тогда снимем только для нас. Клянусь, любимая. Вот чёрт. Вот чёрт. А напоследок я оставил главную российскую премьеру предстоящих выходных. Фильм «Непослушник». Это история про видеоблогера с ником «Демонстр». Этот товарищ своими пранками собрал немалую аудиторию и заслужил не очень хорошую репутацию. И после одного такого розыгрыша не смог выйти сухим из воды. После того, как пранканул своего друга детства Сергея прямо в храме, где тот и служил. Слишком грешен. Сударно. Рассказывай. Объяснил кого? Против вас возбуждено уголовное дело. Оскорбление чувств верующих. В тюрьму? А можно в туалет? Убежав от полиции, он укрывается в храме, где настоятель Анатолий решает оставить Диму послушником. А вось тот всё-таки осознает свои грехи и изменится. Но главного героя не так-то просто перевоспитать. Хотя со временем что-то внутри него всё же изменяется. Уволили что ли? Уволили! Димитров в монастырь сослали! Это хуже кирпы! Может мне тоже в монастырь? Ты дурав, что ли? Устав, она строгий. Исполняет послушание больше исправно. Алло, черпаков? Второй раз звонить не буду. Звонят, чиновниками представляют. Хорошо, не президентом, слава богу. Объясню, почему мне интересна эта работа Владимира Котта. Этот режиссёр, по моему субъективному мнению, очень хорошо умеет тонко показать проблемы нашего светского государства. При этом работая в наисложнейшем жанре. Чернушных комедий ниже Плинтуса в последнее время довольно много. Но тут фильм всё-таки хочется отнести к сатире в самом её консервативном понимании. То есть это не низкопробный юмор, скатиться до которого очень легко, а самая настоящая картина, обусловленная временем, характерами и перипетиями судьбы. Есть над чем посмеяться и задуматься тоже много что заставляет. Я тебя начисто... О, Димон, Димон. Безгон. Херпей. А ты бездумный девок из кошечек. Это что, телефон? Нет. Я знаю только одну вещь, которая может так вибрировать. Наивная душа. У меня сыну 15, мне с ним об сексе. Говорить? Конечно, говорить. Много нового узнаешь. А может, тебя для этого сюда и поставили? Лайк мне поставишь? Он неплохой человек. Всем спасибо. Это был отец Анатолий. Прости, что так вышло, блин. Почему ты всё делаешь не как положено? Он такой непослушный. А на сегодня у меня всё. Жду всех здесь же ровно через неделю. Смотрите хорошее кино. Берегите себя. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...